Всем алоха, ребятохи, с вами, как обычно, Ретоха, и вы на канале Сборище импрессионистов. Помните наше видео, в котором мы говорили, что новый сезон Бэтмена будет плохим, судя только по первому эпизоду? Так вот, мы ошибались, и после среднего первого эпизода качество игры вдруг поднялось. Так давайте же выясним, чем он так хорош, и почему в Тейлов снова можно верить. И не волнуйтесь, спойлеров в обзоре мало, и перед ними будут предупреждения. Первый эпизод The Enemy Vizin страдал в сценарном плане. Появление большого количества персонажей следовало их слабому раскрытию. Еще были баги и другие проблемы. К нашему удивлению, последующие эпизоды вдруг начали выходить один лучше другого. Тут нам интересны злодеи, хорошее развитие сюжета и даже выборы, от которых действительно есть последствия. Во втором эпизоде нам представили всех злодеев Пакта. Да, конечно, за один эпизод тяжело показать всех в интересном свете, но они проявляли свой потенциал в последующих эпизодах. Ну а во втором эпизоде большое внимание было уделено Харли Квинн. В данной интерпретации она выглядит не так вызывающе, как в других играх про Бэтмена, ну или в комиксах. Но характер у нее равно интересный. Правда, при первой встрече она очень даже раздражала своим желанием выпендриться. Хотя позже она это даже осознала и поспешила извиниться. Остальным же злодеям было уделено меньше внимания, особенно Фризу, и порой он бывал совсем скучный. Но про Джона Доу или Джокера можно говорить долго. Вся игра построена на их взаимоотношениях. Мы постоянно с ним помогаем решать его проблемы с Харли, ведь он по уши в нее влюблен. И в общем решаем то, кем он будет, ведь он сам чувствует свой потенциал, но не знает, как его воплотить. Так что первую половину игры он просто ходит как болванщик, наблюдая и изучая слабости команды. За развитием их отношений очень интересно наблюдать. Если вы, конечно, относитесь к нему как к истинному другу, ваши решения по его поводу будут находить свой результат. Например, если вы подарите ему бета-ранг, то в определенный момент он может воспользоваться. И это еще малая доля того, как вы можете повлиять на него. В четвертом эпизоде развитие Джона доходит до предела. Его внутреннее «я» рвется наружу. И только от ваших решений зависит, кем он будет – другом или врагом. Агентство же, у которого в первом эпизоде были некоторые проблемы при первом появлении, в дальнейшем смогло раскрыть себя, и порой они действительно могут заставить побояться гнева Аманды Уоллер. С остальными персонажами на хорошей стороне явных проблем нет. И раскрыты они хорошо, что тоже является плюсом. При работе над пятым эпизодом Тейлы действительно постарались. В нем два совершенно разных пути развития, в зависимости от того, кем стал Джон, ну или Джокер. Ничего в этих путях не повторяется, разве что самые последние сцены. И оба этих пути сделаны просто отлично. И пятый эпизод явно стоит пройти хотя бы два раза. И в них вы узнаете разные тайны персонажей, и посмотрите на них с другой стороны. Кульминация происходящего просто шикарна. И если вам отношения Брюса и Джона были интересны, то конец эпизода не оставит вас равнодушными. Это битва, в которой витают личные чувства, совмещенные с ненавистью, предательством и разбитой дружбой. Определенно заставит вас попереживать. А дальше уже крупный спойлер, если вы не играли в пятый эпизод, то лучше пропустите на момент, который вы сейчас видите на экране. И так, с сюжетом и персонажами разобрались. Так что же у игры с технической частью? Еще в первом эпизоде были определенные проблемы, например, плохая работа мышки в места, где нужно ею крутить по кругу. И нет, проблемы именно с игрой, а не с мышкой. У некоторых эпизодов были проблемы с переводом. То они не были приведены полностью, то его вообще не было. Хотя качество перевода все же стало лучше, и нет таких ошибок, как, например, в первом сезоне, где лечебница Архам была написана как «Квартира Селины». Хотя геймплейная игра не так сильно отличается от предыдущих игр кампании, но в этот раз стейлы все-таки сделали QTA-моменты более интересными. И теперь это уже не похоже на поочередное нажатие одних и тех же кнопок. У игры также есть проблемы с подачей некоторых выборов. Иногда трудно понять, что из себя представляет очередное решение, что порой приводит, возможно, не к тому, чего вы могли ожидать. Но это прибавляет лишь более реалистичности. Данный сезон Бэтмена смог нас очень сильно удивить своим качеством. Ведь он в несколько раз лучше предыдущих игр кампании, которые были уж очень посредственными и предназначались больше на фанатов серии. Но о новых игроков качество игры явно могло отпугнуть. Будем надеяться, что после такой успешной игры тейлы не дадут слабины, и все их следующие игры будут выходить еще лучше. Ну а на этом все. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте ставить палец вверх и подписываться на наш канал. Также пишите в комментариях, играли вы в Бэтмена нового и понравился ли он вам. Будет интересно почитать. Ну а я прощаюсь с вами. Всем удачи и всем пока!